Всем привет! В начале нулевых годов руководство АвтоВАЗ пришло к осознанию, что классика ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 безнадежно устарели и не соответствуют мировым стандартам в автостроении, ни конструктивно, ни по безопасности, ни по комфорту. Штамповать эти модели дальше какое-то время было можно, так как спросом они пользовались, но спрос был, так сказать, узконаправленного толка. Исключительно благодаря дешевой цене покупали классику небогатые граждане. И хотя людей с достатком ниже скромного на постсоветском пространстве имелось достатки, но надо было что-то менять, так как народ постепенно переключался на привезенные из Европы и США бэушные иномарки, которые даже в поддержанном состоянии были лучше шестерок и семерок. Наряду с этим генералитет Тольяттинского автозавода понимал, что давно настала пора обновить модельный ряд самых бюджетных машин. Конструкторам поставили задачу разработать новый автомобиль на ВАЗе ВАЗ-2107. Только задача была эта поставлена в лучших традициях автоваз, то есть предлагалось создать такой автомобиль, для производства которого вложение в оборудование конвейерной линии будет ниже минимальных, а лучше вообще без затрат. Ну что сказали, то и изобрели. В 2002 году КБ представила глазам руководства концепт новой семерки, к названию которой добавили индекс М, ВАЗ-2107М. На старой базе без принципиальных изменений в кузове, с теми же сиденьями, мотором, коробкой, даже дверные карты оставили без малейших изменений. Ну и что же тогда изменилось? Так и хочется сказать, что краска к весьма неширокому набору палитры, в АЗ добавили несколько новых топов. Были еще некоторые изменения, правда не столь глубокие, как перемена краски. Например, поставили новые бампера, под них даже слегка подработали капот и крышу багажника. Старые бампера с хромированными накладками сминались так же точно, как сминался на дембельский сапог в ДТП весь автомобиль. Но они были бесспорно красивы, этого не отнять. Ну как для классики автоваза красивые, конечно. Новые матово-черные бампера из 100% пластика позиционировали как повышающие безопасность при ударе. Хотя большой вопрос, могли ли хоть как-то смягчить удар бампера при сохраненных без принципиальных изменений конструкции автомобиля. Скорее себе стоимость этих новых бамперов была еще ниже, чем старых. Именно это стало основополагающим фактором. По крайней мере сам штамп на новые бампера был конструктивно проще, а значит и дешевле. Что еще модернизировали? Фары без сарказма стали лучше и задние, и особенно передние. Они округлились, стали современнее выглядеть. Как уже упоминалось, немножко изменилась крыша багажника и капот. В них сделали вырез под новые фары и бампера. И немножко закруглили. Нельзя сказать, что эти изменения существенно улучшили дизайн, но тем не менее глаз при взгляде на автомобиль дергался меньше. Проблемы с дерганием возвращались к глазу при взгляде на решетку радиатора. Вместо ставшей родной блестящей хромированной решетки, благодаря которой семерку прозвали нашим мерседесом, дизайнеры школы ВАЗ изобрели некий, выглядящий крайне дешевый аналог. Этот аналог не только не блестел хромом, но и не давал бликов качественного черного пластика. Потому что был сделан из той же матово-черной непонятной и шершавой пластмассы, что и бампера. Однако ставке верховного командования АвтоВАЗ автомобиль понравился. Было принято решение о его запуске в серию в 2006 году. Правда, несколько позже дирекция концерна или отдумалась, или кто-то умный подсказал, но производство ВАЗ-2107М было решено прекратить, не начиная. И это было редкое и единственное правильное решение. Пишите свое мнение в комментариях, также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Всем спасибо!